Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю умножаться во всякой благости и возрастать в праведности и познании истины, которой есть Господь и Бог наш, Иисус Христос, имя которым одно – любовь. Давайте нашему единому Господу помолимся, ведь без Него ничего не можем делать. И кое-что я сегодня поговорю. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, Ты – источник жизни и всякого блага, всего, что есть на земле. Без Тебя ничего не можем, не хотим, да и не будем делать. Ты – вчера, и сегодня, и завтра всегда с нами. И один Ты просвещаешь всех словом истины Твоей. И открываешь ум к разумению и познанию Тебя. Благослови, пожалуйста, эту трансляцию. Устах говорящего лучше всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И ты прославишься Ты, Господь мой Бог наш, сущий, неизменной воле Своей Бог, чтобы все мы были счастливы. А свою волю, свое слово, свою сущность, свое имя открыл нам своими благодеяниями даже во плоти. В последнее время явившись и свою любовь доказав нам, даже пойдя на юродственный подвиг, на принесение себя в жертву, в жертву безумия человеческому. Спасибо Тебе, Господи, за эту жертву. Спасибо Тебе за это явление любви Твоей. Спасибо Тебе за то, что через эту жертву Твою открылось помышление сердца моего. И всех, всех истинно любящих Тебя христолюбцев, всех христиан, всех времен и народов, которые узрели любовь Твою, исповедуют ее и словом и делом. А воскресенье Твое, явленном Тобою, во плоти узрели божество Твое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, Господь наш и Бог наш, есть любовь всегда посреди нас. Ну что, сегодня тема греха. Ничего вам зачитывать не буду. В принципе, все эти места я достаточно хорошо знаю в Новом Завете. и попробую в свободной форме поговорить. Хотел как бы все-таки на два, может быть, поделить, не поделить, не знаю, как получится. Истина очень проста. Я вам по образу Петра всегда буду напоминать. Ну, слава бывших прежде пророков я вам не напоминаю. Вы и так веруете во Христа. А во что мы веруем? Другой вопрос. Точнее, вы не просто в Него веруете, я говорю, даже как в Мессию, поэтому слова пророки нам ни к чему, в славу пророков, а в том, что истина очень простая. Иисус Христос – это Бог, который есть любовь. И мы, люди, им сотворенные, человеки, мы его образ и подобие. Все. И заповедь у нас есть одна, так как мы его образ, Господь своей формулой, что мы образ и подобие своим словом, дал нам заповедь, завет, путь, приказ, как угодно, завещание. Его же повторил, вы помните, и на прощальном ужине, чтобы мы любили друг друга. То есть заповедь Божья одна. Иоанн Богослов об этом прямо говорит, без всяких символов и образов, вы помните. Он говорит, что заповедь от начала, благовестие, благовестие от начала, было, чтобы мы любили друг друга. Говорит, ну не так, как Каин, который убил. То есть ссылается на образ сотворения человечества и первых людей. Потом говорит, что заповедь Отца Небесного, в том, чтобы мы веровали в Иисуса Христа и любили друг друга. И там сказано очень хорошо, у него раскрывается тема в первом послании, что кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в том Дух Христов, и в том пребывает Бог, и Он в Боге. И второе условие, а любовь Его познали, которую имеет к нам Бог, в том, что Он положил душу за нас, и мы должны полагать так же, и мы должны поступать так же, как Он, и полагать души свои за братьев. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в Нем. Все. 1 Иоанна 4, 15, 4, 16 все раскрывают. Но единственное, так как они идут добляжом, перед этим я совместил еще стихи 4, 2 и 3, 16 добавил. И вот вся формула получилась. Кто исповедует, что Иисус Христос есть сущий Бог, пришедший во плоти, в том Дух Христов, нам сказано в 4, 2. И там же в 4, 15 сказано, кто, это я добавил в 4, 2, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И дальше 4, 16 продолжается. А любовь Божию, которую имеет к нам Бог, мы познали в том, я просто вам добавляю, прежде сказанное им слово из 3, 16, что Он положил за нас душу свою, и мы должны, говорит, полагать души своей за друзей, так же, как Он. И дальше продолжается. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в Нем. Все. Вся формула. К чему я это говорю, и к чему я вам снова напоминаю, снова заповедь Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, сущего Бога, от начала и до конца. Он альфа-омега, первый и последний, начало и конец. А для чего я это делаю? Потому что Господь сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Что там, 8? Евангелия Тана, да, 8 глава, какой стих-то? 32 стих, помню. Когда он говорит-то, спорящим с ним фарисеем, всем этим первосвященникам. Истина сделает вас свободными, ибо всякий, и сын, говорит, освободит вас, ибо всякий, делающий грех, раб есть греха. Вот мы к чему. Вчера мы на этом закончили, сегодня мы на этом продолжаем. И, то есть, мы видим две фор, две опять вещи, очень простые. То есть, во-первых, познание истины делает нас свободными, а жизнь по этой истине, вера, как я вам всегда показывал, и жизнь делится. Теория на практику. Хлеб и вино, да? Все очень просто. Поэтому Господь говорит, познание истины делает тебя свободным. От вещественных начал мира ты прекращаешь быть язычником, и от рабства всему на свете, и людям, и их учения, и даже ангелам. Как Павел сказал, кто бы вам что больше не благовестовал, истина единая, она неизменяема, она открыта была первым христианам, она была, как мы видим, от начала, потом Господь воплотился, уже ее по-русски нам объяснил. Апостолы, что делают, мы вам передаем, вы храните, веру сохранил, мы вот эту, всю истину храним, и что делаем? И по ней живем. И передаем ее, как апостолам завещали, ну естественно, как Господь сказал прежде, чтобы мы сначала сами все творили, а потом уже других учили, и передавали, естественно. Потому что что ты будешь передавать, твое слово без дела, ничего не имеет, пустышка. Вот. Поэтому истина делает нас свободными. Вот это познание, ну, значит, я все в этом ролике, наверное, скажу, начнем, чтобы все было все-таки. То есть греха есть два всего. Отречение от истины, от веры. То есть Господь, сейчас мы все эти моменты вспомним. Ну, хотя давайте сразу вспомним. Вы помните, как Господь сказал, всякий грех и хула простится, но не простится, только хула, даже на сына человеческого, то есть на Христа по плоти, но не простится только одна, хула на Духа Святого, на Духа Истины. Иоанн Богослов в послании своем говорит, за всякого человека молитесь, но только мы не молимся за тех, за кого, кто грешит, у кого грех к смерти. Что это такое? Это все раскрывается в последних стихах 12 главы Евангелия от Иоанна. Господь говорит, «Всякий, если даже услышит слово ремато греческое, там стоит в греческом тексте, слово устное или письменное проповеди Евангелия, то есть ремато, каждый услышит слово благовестия обо мне и не поверит, я, говорит, не сужу его. Но логос, который внутри каждого человека, то есть Бог, то есть Дух Святой, он будет его судить в последний день. Ибо заповедь, которую я вам благовестую, я получил от отца. Эту заповедь Господь потом скажет ученикам, уже тем, кто противится и не хочет верить по плоти в него, бесполезно ее говорить. И он скажет, что заповедь одна, которую ему Отец сказал возвестить людям. Любите друг друга. Потому что, когда повествование переносится на прощальный ужин, Господь только об этом и говорит ученикам, что заповедь одну даю вам, чтобы вы любили друг друга. И потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я видел вот с такими вот бородами проповедников, вот с такими вот седыми головами, и вот этот стих притыкаются и то ли невежество, хотя я видел, что это упорство как раз и истине. Потому что в греческом, я когда-то помню, тоже немножко притыкался, я поражаюсь на этих проповедников, они говорят, сами не видят, что говорят. Если читать два раза слово-слово, как, тогда непонятно. Господь говорит, я вам говорю, если услышат мои слова и не поверят, я не сужу, но слово мое судят. Каким образом? Это говорят только те, и они это толкуют только так, что потом Бог опять юридически тебя, причем не только по Евангелию, а по Библии, хотя Библия – это набор книжечек, там есть не только Слава Божьи, там есть Слово Божье, есть, об этом у меня будут ролики, но это не Библия, это не Слово Божье, это Библия, набор книг, разных книг, там есть внутреннее Слово Божье, есть, оно не называется Словом Божьим, поэтому Бог тебя не может следить по Библии, потому что оно не называется Словом Божьим, оно называется Библией. Даже Евангелие не называется Словом Божьим, называется Благая Весть от Матфея о ком, о Спасителе мира. Послания апостолики, которые в Новом Завете не называются Словом Божьим, а называются посланиями апостолов. Такого-то, такого-то, такого-то. Поэтому, когда вы слушаете эти бредни по поводу того, что вы будете судиться по уголовному религиозному кодексу, который называется, правда, Библией, набор книжек, но они почему-то ему приписывают Слово Божие, когда никто его никогда так не называл. Библия – это набор авторских книг. У каждой книги, кто не знает открытия Библии, ни над какой книжкой не написано Слово Божие, над каждой книжкой написано какое-то название. Чья это книга? Бытия – книга истории человечества. Исход – исход еврейского народа из Египта. Второзаконие – закон, данный иудеям, евреям. Числа – книга чисел. Как, что, куда положить, сколько померить. Дальше идет книга Иисуса Навина. Книга такого-то пророка, книга такого-то пророка, книга такого-то пророка. Псалмы – это духовные песни. Чьи? Давида, Асафа. Евангелие. Чье? Чье? Ничего. От кого? Ну, есть ты автор Евангелия, от Матфея, благая Весть. Но не написано Слово Божье. Внутри есть Слова Божьи? Есть. Поэтому я на этой фразе не зря останавливаюсь. Там стоит Слово Логос. Будет судить человек. Тогда становится все понятно. Поднимаемся вверх, открываем. Ну, или кто? Я просто поднимаюсь. Я уже привык на компьютере все читать. Поэтому говорю, поднимаемся. Хорошо, отлистываем назад. Читаем самую первую главу этого же Евангелия. Не надо никуда лезть, никаких святых мужей там читать. Надо открыть, что Иоанн Богослов пишет. Это же Он пишет, это Евангелие. Уж, наверное, Он все самое написал. Первые стихи читаем. Вначале был Логос. Логос был у Бога, и этот Логос и есть Бог. Он был вначале у Бога, и ничто не начало быть, что начало быть. Все через Него начало быть. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Какой это свет? Это Бог. Потому что в Его же послании первое мы читаем, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Свет, который есть жизнь для человеков, он говорит, я пропустил пятый стих, так скажем. Был, говорит, свет истинный, этот свет есть жизнь для человека. Это Бог. Бог есть жизнь. Мы это знаем, мы это уразумели, и каждый, конечно, по безумию своему отвергает многие до покаяния. Потом он наконец-то все-таки доходит, что все-таки у нас есть пуповина. Мы тут не на батареечках живем, а на пуповине, на проводе электрическом, от одного Творца, Источника Жизни, Бога. И этот Бог просвещает каждого человека, пришедшего в мир. Каждому. Истинно доступно. Это то древо жизни, семечко, точнее, этого дерева, которое было дано первым людям в образе, и есть каждого человека. И как бы обратно возвращается ему, каждому каявшемуся, как в образе Адаму была дана. Но ему не в чем было каяться, его Господь только из праха земного сотворил. Нам в покаянии, в водном крещении, в исповедании грехов своих, это как бы семечко заново Господь дает, которому мы возвращаем. Все. Истина в каждом человеке, доступна она абсолютно каждому человеку. Истину несет не культ, даже не Библия, и даже не Евангелие. Истина, свидетельство веры, Иоанн Богослов говорит в послании своем, опять только в пятой главе, свидетельство веры и истины. Это одно и то же, мы верим в истину, а не в ложь. Поэтому для меня истина, в то, что я поверил, я это признаю истиной. Я куда идти, налево или направо, сам выбираю, и это истина во мне. Куда я выбрал, я, конечно, хочу пойти правильным путем. Вот я иду в лесу. Поэтому слово вера и истина, это одно и то же. Вот она, первый пункт. Вера. Что Иисус Христос и я, человек, есть Бог. Только он Бог с большой буквы, а и Бог с маленькой. Я надеюсь, это стало вам понятно. За что, во-первых, будет судиться человек? И что такое познание истины? И что и какая истина делает человек свободным? Вот это элементарная истина, что Господь Иисус Христос есть Бог. Он может. И Он есть любовь. Он хочет, чтобы я был счастлив. И все может для этого сделать. И делал вначале в образе Адама. Вот. Потом делает всегда в образе каждого человека, для каждого человека. Что-то там солнышко у меня находит. Вот. Эти стихи, я надеюсь, вам стали понятны. То есть познайте эту истину. И Господь говорит, по-моему, в 8 главе, споря с теми же самыми. А, да все там же. Он и говорит им дальше. Ему упрекают, когда он начинает с себя такие претензии на сыновство Богу. Господь им что говорит? Вы что, не читали в Писании? Я сказал, вы Боги. Это 81-й Псалом, 6-й стих. И Господь, ну, так как разбито все по стихам, понятно, что Псалом очень маленький. Как всегда, немножко не о том, но и о том там. Ну, не так всегда. Там Псаломы все духовно читаются. Прочитайте 81-й Псалом целиком после моей или прямо сейчас во время беседы. Можете на паузу поставить монолога моего. Господь им намек дает. Там дальше-то что написано? Ну, я сейчас, кстати, и скажу слово Божие. Вот. Ну, специально для одной цели. Чтобы дочерям Божьим тоже было не обидно. Ну, правда, в Псалме написано, вы Боги и сыны Всевышнего все вы. Ну, я скажу по-христиански уже сейчас, а не по-ветхозаветному. Вы Боги и дети, и дочери, и сыны все вместе. У нас на этой земле все-таки есть пока и мужеский, и женский пол. Там не будет, может, ничего, да. Вот. Вы Боги и дети Всевышнего все вы. Все вы. И, кстати, обращу сразу внимание, опять как надо читать всегда Евангелие. Что вы с этим исследуете Писание? Ну, да. Ну, конечно, я не спорю, это правильно притягивает и к Новому Завету. Но никаких Писаний еще не было. Он им, конечно, конкретно иудеям в контексте, он говорил, чтобы они, конечно же, исследовали, чтобы признать его тем долгожданным Мессией, которого они так ждали, чтобы распять. То же самое и это. Заметьте, Бог сказал, что все вы, все вы. Это же не христианам, он говорит. В образе иудеев все христиане, потому что это был израильский как бы избранный народ, народ царский. И в образе всех людей, в принципе-то, потому что он говорит-то кому, там кого только не было, как всегда в толпе-то. Он ему говорит, вы боги. Правда, эти боги, я говорю, вон какие боги-то. Кверху наоборот. Вы боги и дети Всевышнего, все вы. Но не сослался он на книгу бытия, но вы эту формулу, вы, познавшие истину, понимаете. То же самое. Дети, по-моему, очень похожи на родителей, вам не кажется? Две руки. И я имею в виду люди, от людей рождающихся. Две ручки, две ножки. Господь говорит, вы мой образ. Этим он сказал то же самое. Вы образ и подобие Божий. Просто он сослался не на книгу бытия, что мне нравится, что еще от начала я просто все время хочу показать, что тоже вот именно бог неизменен, о чем все апостолы говорят. Поэтому я люблю этот образ. Мы видим, как у апостолов у каждого свое было место из Писания. Кто-то, тот же Петр, 36-й, 33-й псалом любил, там где, уклоняясь от зла, делай добро, да и Павел на него ссылался. Да кто только не ссылался. Вот мне нравятся первые книги бытия, чтобы все понятно было, что бог неизменен и бог любовь от первых времен. Вот. И он нам и говорит, ну нам, там иудеям в частности. Вы боги и дети Всевышнего все. Вы образ мой. Вы точно такие же. У вас тоже. Я вас сделал по своему образу и подобию. А я Иисус Христос, сущий над всем бог. Ваш творец, родитель, создатель, любвеобильный отец и жених. Все. И дух жизни, дух святой. То есть дух жизни, дух праведности, святости, любви, который в вас от начала всегда. И каждого тебя обличают внутри. Когда ты грешишь. Когда ты против истины идешь и против любви, которая есть истина. Когда ты, то есть, и теоретически отрицаешься, и практически. Все. Вы дети Божьи. Все. А значит, вы должны жить, соответственно, как я, глядя на меня. Если мы его дети, мы должны вырастить в образ отца. Он им сказал другими просто словами. Вот она вся истина. Познавший это, как в культах, там запугают на себя, нельзя показывать. Да, такие, как я. Вот я свободный во Христе. Я сын Божий. Господь сделал мне, открыл мне истину. Я стал действительно свободным. Я стал Детем Божьим. Не рабом человеком, не культа. Как можно рабствовать, как можно раболепствовать слугам в своем доме, если ты, если ты сын Божий. Для тебя эти слуги и тебе служат. Все естественные начала. Ты сын в доме Отца. Этот человек становится свободным от всего. Он сын Бога. Практически Бог. Правильно сказано. Вы Боги. Только вы, правда, дети Божьи. Все вы. Все дети Всевышнего. Как он им хорошо-то на этот псалом сослался. Ну, Господь, конечно, его мудрость всегда не имеет границы. Вот. Вот она истина. Я, наверное, сразу скажу. Я не буду шибко распыляться. Я хотел сказать, вот там, меня там запугать. Во-первых, я говорю, слово эти еретик уже, вы знаете, они действуют только внутри культа. Вы можете своих там пугать, этих безгласных овец, которых вы стриете. А для свободного дитя Божье, для меня это слово ничего не значит. Она даже как похвала. Да, я не мыслю, как ты мыслишь в своем культе. Рабство людям, вещественным началом мира. Немочным вещественным началом мира, как Павел говорит. И рабство людям, и их учения, да. Я дитё Божье, у меня Бог вот здесь, в сердце и снаружи везде, по плоти вознёсшийся Христос. И Духом Святым во мне. Всё, я понял истину. Иисус Христос, сущий над всем Бог, который есть любовь. Он может и хочет всё сделать для моего счастья. И я его образ и подобие. Я Сын Божий. Значит, я его образ и подобие. А значит, я, опознав эту истину, должен хранить эту истину, веру эту. Раз я его образ, значит, у меня всё есть. Этот образ Бога, образ Отца, значит, он мне всё подаёт потребное для жизни, радости, исцеления, знаний и защиты. И значит, я могу спокойно возрастать в любви, в его подобии. Всё, уподобляясь ему, в любви к кому? К ближнему. Бог никакого Бога не любит. Бог любит нас. А поэтому мы можем уподобиться только в любви к ближнему. Бог-то не любит Бога другого, какого-то над ним стоящего. Бог не заповедовал нам любить его. Ну, я имею в виду, я не беру иудествующих, язычествующих евреев, которые стали иудеями. Бог их там, этот культ им придумал. Точно такой же в параллели, в антипод, еврейскому культу. Так что с истиной понятны, со свободой. Поэтому не делайте, это истина, и вас сделала свободными. И будьте счастливы. Я хочу личным опытом просто быстренько поделиться. Вот что мне там, ой, да, секту можно сделать так. Ой, я вот сколько вижу людей вокруг меня, освобождаются. И люди становятся свободными и счастливыми. И я вижу, что эти люди как раз никогда в жизни никуда не вбухаются. Люди познали истину, что есть Бог. Бог есть любовь. Действительно, Отец Небесный. Мы его дети. И наша суть только уподобится ему в любви. Им не надо никакие сверхдары. А если и Бог дает какие сверхдары, эти люди, в отличие от каких-нибудь действительно людей, опалоумевших, и не знаю, зачем ищут все время, что в духовную, что в телесную плоть, все в себя, что в духовную. Зачем тебе эти дары? Бог же четко и в церкви, и в начале мы видим, что всеми дарами какая их цель? Служить ближнему. Поэтому эти люди уже не будут искать там аллилуйя каких-то даров. Все дары, которые им нужны. Зачем эти иные языки, если они никакой пользы ближнему не приносят? Эти люди, такие как я, которые познали Христа и истину, понимают, что все, что у них в жизни есть, банальные вещи, руки, ноги, это все для служения ближнему. Язык, слух, глаза, зарплата, деньги, все, они служат этим ближнему. Поэтому даже если сверхдар какой-то появится, они не вознесутся, ни с ума не сойдут, и не будут сами тупить, с Богом экзальтировать. Если у них и будет какие-то откровения, я знаю, что есть, многие мне открывались уже, обычные домохозяйки. Я поражаюсь божьей мудрости, которая привел детей. И немощное, и немудрое посрамляет, мудрое, вернее, посрамляет через немудрое и немощное. Это я вот действительно убедился. Вот, поэтому какая как раз, это вот все эти культы ведут к психическим расстройствам. Посмотрите, что во всех этих культах творится, это же беда. Вот, поэтому как раз познание истины, человека никогда никуда, он познает истину Христа без всякой примеси, без всякой этой фигни. Человек познает истину. Вот, я в ролике в описании добавлю кое-какие ссылки, кому интересно, посмотрите. Говорить о чем, не буду ничего распинаться там, просто посмотрите, кому интересно ролики, можете посмотреть. А то я хотел даже отдельно ролик писать, но получается, чтобы отдельно не писать, вот здесь все сказал. Это по поводу свободы от всего. Это истина, которая делает тебя свободным. И второе, Господь говорит, все, второй этап, то есть мы истину знаем, вот она вся формула, Бог есть любовь. И второе, вы помните, говорю, это путь жизни, вера, надежда, любовь. Ну, по сути, это та же самая, только другими словами. Все, это Господь говорит, всякий делающий грех, раб есть греха. То есть неживущий, то есть познавший истину, становится свободным. А живущий по этой истине, уповая на Бога, любя к ближнему, становится что? Счастливым. Истина делает свободным, это тоже, в принципе, радость и счастье. А и любовь делает. Но это все плоды, потому что истина есть Бог, истина есть Дух Святой. И поэтому всякий, познавший истину, исполняется всеми Духа Святого, которыми взращивает в себе. Конечно же, в нем и любовь, и радость, и мир, все раскрывается. Но я так делю на два, как бы, да. Что истина, как и Господь сказал, делает тебя познание истинно свободным. Но жизнь, потому что делающий грех, раб есть греха. Но истина-то в любви, поэтому грех один. Поэтому я вам уже несколько перечислил. Это такие абстрактные выражения. Когда Господь говорит, всякий грех, кроме хулы на Дух, то есть вот на эту самую истину, что Бог есть, любовь, что ты образы подобен. Любое из этих, которые вы в формуле знаете, что Иисус Христос не Бог, что Иисус Христос не любовь, что ты человек, не его образы подобен, что ты не обладаешь свободой, как он, что ты не сын его, что ты не образ его, что ты не должен уподобиться им, не подобен. Все, это еретик действительно, и как Петр их делит по трем вещам. Это те антихристы, те лжепророки, лжеучителя, лжебратья и наглые ругатели. Это все, кто вас будет от этой истины отвращать. От веры, надежды и любви. От веры во что? Вот в эту истину, и от истины, и от веры в эту истину. И потом жизни по этой истине. Все. Вы в Новом Завете найдете только это. Почему я вам все это говорю? Точно такими же свободными словами, как это написано и в посланиях, и в Евангелии. Поэтому всех призываю. И вы не мне верьте, вы Новый Завет чистым сердцем, прочитайте, а не через призму рабства, немощным веществом начала мира. Все для тебя, человек. Даже Библия для тебя, а не ты для Библии. Кто меня там спрашивает, ты что, выше Библии себя ставишь? Да. Я ставлю себя выше Библии, потому что истина вот здесь. И Павел сказал, внимай в себя и в учение. А не в учение, в себя. Здесь камертон, а снаружи гитарка. Я сначала там стучу. Человек сначала молится Богу, Господи, открой мне истину. Вы прекрасно знаете, что нету, ни одного оригинального писания нам не оставлено. Мы не знаем, кто новый, кто там Евангелие писал. Все рукописи вторых, третьих веков. Мы знаем, что это люди. Поэтому Господь и сказал, все, что говорит, даже слово передано, говорит, если ты не поверишь в это. Дальше. Критерий истинности. Переходим. Еще, вернее, такой средний этап между истиной, верой, то есть и жизнью. О чем речь-то идет? Господь говорит. Ну, вернее, это никакой не критерий истинности, потому что мы уже об этом сказали. То есть Господь сказал, что если вы даже не поверите, слово человеческому или через человека всказано, то я не сужу. То есть, поэтому, внимая в себя, он говорит, и в учение, свет, который просвещает всякого человека внутри. Поэтому судиться человек будет только за то, Павел говорит в римлянах, что блажен тот, кто не осуждается за то, что избирает. Там в 14 главе в римлянах вот эти стихи есть посвященные. Многих там так тяжело написаны, эти обороты. Он о чем говорит-то? О том, что ты по чистоте сердца, он говорит, ты живешь в совесть. Слово совесть вообще в ветхом Зайте ни разу не употреблялся, я вам говорил. Вот, но, знаете, его употребляют только потому, что уже в мире ходят. Мы живем не по совести, иначе это опять какой-то мертвый буддийский бог. Мы живем по голосу божьему. Это очень важно понимать. Вы когда-нибудь поймете эту разницу, когда родитесь. И это очень важно. Я не просто так тоже всегда об этом говорю. Потому что есть разница, жить по какой-то мертвой совести или жить в живом боге. Это абсолютно, это огромная разница. Поэтому ты тогда и молишься. И ты тогда веришь, что это истина в тебе. Абсолютная. Потому что бог абсолютен, он любит тебя, он внутри тебя. Тебе никакие бесы ничего не сделают. А там поэтому пугают. Вот, когда живет бог внутри, больше никого там нет. Все. Ты сам можешь только его выгнать за дверь, как в откровении Господь нам открыл. И он там будет, и он все равно будет стучать к тебе. Вот. Или наоборот, если он в тебе, то как Господь Кайну сказал, что грех только при дверях будет лежать, если Господь внутри. Но ты, говорит, противостой ему, ибо у тебя вся сила для этого есть. У тебя я внутри. Дух Святой, Христос и Отец. Все. Я внутри тебя. Тебе ничего не стоит. Сиди в своей комнате тихонечко и греху не открывай, и не прикасайся к нему. Все. Вот. Поэтому, соответственно, Господь и говорит. И вот этих выражений много, но они такие общие. Ну, а что же такое грех-то? Ну, грех, вот мы поняли, это сознательное противление истине. И когда я, почему я начал с воигородной проповеди, вы помните, с первой проповеди «Жизнь по чистому сердцу». Ты будешь судиться только за то, за то, что ты противишься. Почему вот люди в системе, они живут в такие нервные все, в дисбалансе. Мне сами открывались те, кто вот родился свыше-то сейчас и славят Бога за все, что Бог их наконец-то освободил. Потому что, когда они жили, они лицемерили. И как есть Господь правильно сказал, в малом верный и во многом над многим будет поставлено, так я вам скажу обратное. Лицемерный в малом лицемерит будет и во многом. Сегодня он будет там одно, сладкое, горьким называть, и наоборот, горькое, сладким. Когда он знает прекрасно, что все эти культы там стокопано, и он будет оправдывать, будет так юлить, вылазить. Человек не сможет жить в Боге. Ему придется сделать выбор. Человек вечно в страхе, а где страх, там нет любви, там нет Бога. Любовь есть Бог, Бог есть любовь, Бог есть Дух Святой. Только человек, освобожденный Христом, который познал истину и понял, что если он сможет расти в Боге, стать совершенной невестой прекрасной, если жить будет только по истине, по зову Христа в сердце, каждый раз, каждую свою секунду причем. Это не прекращающийся процесс, понимаете? Человек избирает истину, Бога, а не людей и немощные вещества начала мира и их учений. Никаких учений, кроме одной истины, учений Иисуса Христа, нету больше в мире. Его жизнь не учение. Он положил за нас душа, и мы должны. А в культах оправдают все. Оправдают человека убийство. Вот вы ролики, которые я там добавлю, вы посмотрите. Они оправдают все. Все. Всю мерзость. И все горько назовут сладким. И все сладкое сделают горьким. Всю истину. То есть, это истину сделают ложью. И наоборот. Это лицемерие. Они вынуждены это делать, потому что они рабы. Они рабы. Они рабы учений и немощных начал мира, что вообще печально-то. Кланяться кому? Деревяшкам. Познавший истину освобождается. Он понимает, что Бог живой. Бог живой. И нет другого пути, как только жить. И это истина. Ты будешь в мире жить, когда только познаешь, что Бог любовь. Если ты будешь Бог как судья и жить, никакого мира. У тебя ни одного плода духа, Бог у тебя невзрочных, у тебя Бога нет. Бог никого не судит. Он же об этом сказал. Противление ему, противление любви будет тебя осуждать все время. Поэтому делающий грех, раб есть греха. Как Господь сказал. Все Евангелие, вся заповедь вам известна. Поэтому, соответственно, грех Господь сказал. Грех один. Грех против любви. Ну, самое известное и такое четкое уж есть понимание. Ну, конечно же, Иоанн Богослов опять говорит словами Господа, что грех есть беззаконие. А беззаконникам, если вы почитаете, вы опять поймете, это люди, которые отвергающие истину, вот, которым мы с вами все время говорим, что Иисус Христос есть Бог, любовь, а я его образ и подобие его дитё. Да, то есть, и заповедь одна, в которой я должен возрасти в его подобие любовью к ближнему, естественно, уповая на него, отвернувшись себя, иначе по-другому это невозможно. Все. Ну, Иаков очень хорошо говорит. Всякий разумевающий добро, истину добро, ну, а это есть любовь и радость ближнего, любовь к ближнему, а, соответственно, что это такое? Это радость, доставление счастья и делание счастливым, блаженным, рядом со мной человеком. Всякий разумевающий добро и не делающий тому грех. Вот опять, это единственный истинный грех, истинная хула. Все. Все остальное вымыслы человеческие, полный бред. Вам будет рассказывать о платочках, о бородах, о татуировках, о всякой-всякой чуши, которая никому вообще не нужна. Какая тебе разница? Тебе что? Тебе ближний обидел этот? Нет. Отстань от него. Тебе, когда человек сделает больно, когда не любовь тебе, это грех, да, и то, твое-то дело, какое ему любовь, сказать, каждый на себя смотри, что ты делаешь, ты-то ему в ответ, что, если ответишь, ты сам согрешишь, злом, на зло даже. Мы, христиане, даже не можем зло нам зло ответить, мы только добро можем на зло отвечать. Это очень важно понять. Поэтому даже, вот я вам привел Новый Завет, и уж я не говорю всегда, что это все вырывание, а жизнь и учение Иисуса Христа неразрывно уж о том, что Бог есть любовь, а значит грех один, потому что он ходил, и я говорю, почитайте апостолов, о том, что они говорят, нам надо делать, верить, надеяться, любить, и о том, что учить нам надо то же самому. Особенно прекрасно это у Петра второе послание, как он это расписал и на три группы разделил людей, которые учат вот против веры, против истины самой, потому что, если не познаешь ее, он говорит, сделаешься рабом человека, вот этими лже-пророков и лже-учителей, ты станешь учеником, ну а по сути рабом. Ученик уже по сути раб своего учителя. Все, есть лже-братья, которые будут от жизни этой святой тебе в делах любви к ближнему отвращать, а будут ради собственного то же самое. Они же сами такие коростолюбивые и похотливые, будут тебя учить, развращая тебя и тебя доить. Естественно, они просто будут на верхушке пирамиды. И наглые ругатели, хулители, это вот те, кто будет смеяться над упованием, но опять над учением в частности и над практикой, то есть жизни по этому учению, над упованием, над надеждой воскресения. Где Христос до воскресства, кто знает или нет, а есть ли будущая жизнь. Ну, по сути, саддуки вас будут соблазнять. Все, очень все просто, поэтому грех один. Грех – это грех против истины, а истина простая не та истина, которую вам в культе расскажут. Вот такие вот книжки, а вот в этой формуле, которую я теперь вам на экране ставлю. Бог, Иисус Христос – это сущий, истина, бытие, как хотите, теос, логос, все эти слова – это Бог, настоящий Бог, который питает все. И это великое, Он есть вся полнота божества телесно, и Он есть великого благочестия тайны. И закрыли этот вопрос. Никакие вам ни соборы, ничего не нужны, никогда эту ересь, даже не прикасайтесь к ней, я все это прошел, я вам от чистого сердца советую, никогда не трогайте это. Это великого благочестия тайна. И Он есть любовь, явленная во всех Его благодеяниях. Прекровенно, если мы от безумия языческого отошли, мы покаялись и поняли, Господи, Ты же создал этот прекрасный мир, Ты создал человека, бросил его не в грязь вонючую, а создал, сказал, да, прекрасный этот мир, его создал прекрасным, и в это прекрасное царство ввел. Мы пали, и Ты вместо падения нашего, вместо воздать нам праведного воздаяния, как некто негде писал, воздал чем? Любовью опять, говорит, покайтесь и примите дар Святого Духа, чего мы все и делаем в крещении, покаянии. Мы только в этом уже любовь познаем. Ты приходишь на землю, снимаешь себе божескую, а точнее одеваешь эти тоже кожаные одежды, которые одел на нас, чтобы мы хоть что-то уразумели. Благотворишь, это уже твоя любовь в смирении к ротости явил, только сошествием, зачем тебе сходить надо было, живешь там спокойно на небе и хорошо. Ты благотворишь. Все Евангелие в благих делах Бога к человеку, ни одного движения его относительно культа мы не увидим. Это только вам притянут культовые учения к своим, чтобы притянуть культом. Сам Христос ничего мы не видим, нигде он ни разу не сделал. Сам он делает только дела любви к ближнему, учит делать только дела любви к ближнему. Эти дела доказывают последним, чтобы самих антихристов привести, да и нас, которые сами в себе постоянно распинают сына Божьего нелюбовью к ближнему и ругаются ему. Чем? Погрешают против тела Христова. Тело Христова мы, а порознь члены. Погрешая против тела Христова, о чем Павел в Каринфинах пишет, и опять плотские культовики вам притянут, что это хлебушек. И мы каким-то образом я могу против хлебушка погрешить. Как ты против хлебушка? Вы прочитайте дальше за 11 главой, что в 12 Каринфинам Павел пишет. Он рассказывает, что тело-то его, это мы, церковь, мы его тело, а порознь члены. Это мы. Значит, погрешать против тела Христова, погрешать против членов его. А члены-то люди. Ты сидишь, принес на ужин еду, обожжался. Ладно, кто хочет, там посмотрит я Матфея читаю, там все это есть, там показывают. Вот один грех, который существует, грех против любви к ближнему. Но, естественно, ты его отвернешь только после того, когда ты начнешь сам в себе истину искажать. Поэтому это хула на Духа Святого, на Духа Истины. Вот на эту истину ты сам себя сделаешь вне Бога. Ты сам себя отвернешь, сам опять выкинешь Христа из сердца, это древо жизни, это семечко. А истина в одном. Бог, Иисус Христос есть Бог, имя которому любовь. Мы, дети Его, образ Его и подобие Его. Все формулы и простейшие. А значит, круговорот моей жизни вечный, это вера, вот это истину и хранение ее. Или это семечко, которое раскрылось. Но ты уже хранишь не это семечко, которое в земле раскрылось, ты потом хранишь этот росточек. Но ты что сделаешь? Ты вокруг него пляшешь, бегаешь, ухаживаешь. Так и вокруг своего внутреннего человека, своей внутренней девочки, которая в невесту должна превратиться в половозрелую, готовую к брачному пиру. Ты украшаешь себя чем? Мы украшаем себя, делаем чистыми так, как он чист, как он прекрасен. Мы украшаем чем? Всеми плодами духа или по-другому свойствами души. Плоды это дерево же, а у нас-то у тела не плоды, а свойства, вид. Какие они? Любовь. А значит, это дела любви к ближнему, доставляющие ему счастье и радость человеку. Это радость, это мир, поэтому это дела радости. Человек во Христе всегда счастлив, у него лыба вот такая, ну, как у меня обычно, за что меня всегда укоряют. Как сказано у Давида, у него зубы во все это было видать, когда его пророк-то увидал. Смеялся и веселился человек. Все, человек мирен в душе, ни на кого не гневается, на людей конкретно. Человек долготерпичен, человек воздержан и прочее, прочее, прочее. Да, вы все прекрасно, все знаете, прекрасные свойства души. Вот какой грех-то. Грех-то один. Грех против ближнего. Все. Нет другого греха. Ну, против истины, потому что ты же живешь по какой-то истине. Надо сначала, конечно, истину принять в чистоте и потом по ней жить. Потому что, если ты не живешь по ней, ты раб не Бога, а точнее, ты становишься не сыном, а вот именно рабом становишься греха. Ты, если ты не живешь по истине, которая Иисус Христос, Бог, есть любовь, Отец Небесный, я его дитё и его образ и подобие, все, ты становишься вместо того, чтобы дитём Божьим стать, сыном или дочерью в крещении, зачавшись и потом родившись, точно утвердившись в этой истины, ты становишься рабом сатаны, греха, сатана, богопротивник, то есть полного противовозничения. Поэтому никогда не искажайте это единственное учение Евангелия, которое явил нам Господь в открытии. Айн Богослов говорит вот именно, почему я вам люблю напоминать тоже эти три главы по образу апостолов, что так было от начала. Бог есть свет, вначале был Логос и Логос был у Бога, и Логос был Бог, все через Него, все произошло через любовь, посредством любви. Только любовь все породила, все через Него начало быть и ничто не начало быть без любви. Источник всего в жизни это любовь. Она же источник, она же дело любви и конечная цель это любовь, счастье человеческое. Поэтому я делаю из любви, что такое источник, отец или источник любви, это бескорыстие, потому что это образ источника, из которого из трубы вода бьет. Поэтому принцип любого дела это бескорыстие. Почему у апостолов и у Господа так часто это слово корысть, дырка. Поэтому образ, источник, когда бескорыстие, не похоть, да, который, как Петр говорит, из корыстолюбия будет. Корысть все подразумевает, корысть всего, всего, неважно, чего ты любишь, денег там, из любостяжания, то есть стяжание, любовь к стяжанию, приобретение, все. А отец образ, образ отца, образ источника, образ родителей, это образ бескорыстия. Просто так ты делаешь дела любви. Ты делаешь дело любви для чего? Конечная цель. Счастье человека, радость его, мир. Это и есть любовь. Это дело любви, сделанное из любви, бескорыстно. Для чего? Для любви, для счастья ближнего. Все. Или все это любовь есть, то есть это доброе дело, которое делается из источника какого? Никакого, ему ничего не надо, то есть он источник, он делает это бескорыстно, для чего? Для счастья ближнего. Вот это любовь, определение. Это доброе дело, бескорыстное доброе дело для счастья ближнего. Вот вам определение любви Бога. Он нам так и делает. Он нас так сотворил мир, мы ему дать обратно ничего не можем. Но ничего не можем. Пытаются что-то Богу всунуть, что мы Богу должны, мы бога обкрадываем да это вообще смех кому это было написано не надо уподобляться то кому это было написано господи родитесь вы свыше обкрадывайте бога ну да бедный бог обкрали его смехные только для христианина мы христианство проповедуем они иудаизм мертвый который богу собственной руками гробик сделали в гробе кого засунули что еле крышечка 1 поднималась а потом еще и склепик ему построили и склепик этот гробик очень хорошо туда поместился а в сердце оказалась мерзость запустения все не только что-то эти события не хочет духовно прочитать ветхозаветные вот так вот братцы и грех один есть истины это истина вот во всем чем я сказал иисус христос бог есть любовь отец небесный образ источника бескорыстия все и дух святой то есть конечная цель чтобы мы были счастливы все дух святой это конечная цель не зря назвать святость благость счастье все и мы тоже самое поэтому у нас одна заповедь одно завещание один замысел бога человеке одна цель для человека это стать богоподобным ему в любви кому не к богу от ближнему бог никого не любит даже бога у нее нет никакого бога он сам бог он любит людей им служит сам даже на землю пришел и показал потом он же пришел не богу служить то он не пришел первосвященником или еще кем-то пришел обычным человеком и служил ближнему ближнему давал все эти дела направлены были на любовь к человеку исцелял кормил поил защищал учил чего непонятного то он хоть какую-то мы знаем богу хоть какую-то жертву принес никакую никакой жертвы никакой савелем он не сделала ничего на него не возложил единственный жертвенник на который он возложил это был крест на который он себя повесил для кого для бога что ли для нас вот это все протестантский ученишь противно какому-то богу там что-то принес да он человек нам себя в жертву он пришел послужить нам а не богу он говорит я не для того год я он на тайный на тайный на прощальном ужине тфу то это слово поганые на прощальном ужине с учениками господь сидит и горит я кто посреди вас во-первых прежде чем он что-то сказать он всегда делает господь взял снял с себя верхнюю одежду у меня сюда сердце любовью исполняется а слезы глазами наливаются взял умывальницу припоясался как я думаю стал на колени я омыл всем ноги и сказал ягод господь и учитель что вам сделал то все и сам объяснять ничего толковать не надо вам во первых он все сам сделал по его поступку как он сказал мне не верите моим делам верьте бог которому ничего не надо было он выполняет рабскую работу настоящую не иллюзорную не какую-то притворную как сейчас это там вы увидите в капищах делают во всех масте и народов игрульки эти играют это настоящее дело любви сделай это тогда было в торме рабы и слуги в домах богатых людей умывали действительно ну а нищие сами себе умывали а господь взял им всем умыл они даже сами что ли я не пойму не утрудились сами все ноги помыть то у них то не было никаких слух то а господь взял и умыл всем ноги явив дело любви к своим да потом лепил уши тем кому петр хотел голову отрубить и отдал свои блаженные руки и ноги на прибивание гвоздями ко христу ко кресту вот она любовь то положил свою душу кому он жертву ты принес нам нам мне лично чтобы сердце моё открылась откупорилась а когда евангелие прочитал у меня ну в общем в общем я покаялся вот вот и как каждый так это символ любви божий нам нам принесенной он отец одно что сам себя себе в жертву приносит зачем что за безумие все эти обороты и слова апостола павла говорит только об одном а любви божий искупление даром да то что бог всем и ничто только это его слова все обозначают обороты для таких немощных детей но вы рожденные свыше я с вами я уж не обращаю внимание что мне там пишут эмбрионы если вообще зачавшиеся это образы детские писали есть это это есть возраст духовный но вы рождены свыше вы же понимаете что это глупые человеческие учения павел никаких учений не давал он лишь тоже употреблял образы и символы праведность по вере конечно все дает бог мы же видим в покаянии нам что надо было что бог сделал и пяти мью наложил в тюрьму посадил за наши грехи а он нам все прощает и воздает дарами святого духа бог есть любовь конечно же мы получаем все от него просто так потому что он любовь он просто источник и источник который ничего не спрашивает абсолютная любовь но в образе отца он воспитывает конечно же каждого бог каждого ведет к себе каждый ведет к совершенству к невесте христовой вот и все что-то я уж удалился наверно да от грехов то ну понятно все грех один против истины знаете чистое евангелие передавать его другим это есть дело любви дары не обязательно всем апостольствовать это дар дар сам господь об этом говорит сам павел об этом говорит мало ли и притяну слова христа идите проповедуйте а чё потом говорится о дарах то у кого есть дар у кого нету ну конечно вы всем вокруг с кем вы живете вы эти загоритесь если родитесь выше вас все узнают конечно все объемы всем объявить как вы думаете в эту простую истину вы разумеете и для вас не будет сложности благовествовать уже своими словами начнете евангелие пересказывать поймете что не в буквоедстве дело не обязательно помнить стихи там притч его это никому не надо главное знать любовь божия в том что он пришел воплотился вы все кто хоть рассчитал евангелие это знаете вы каждому это перескажете достаточно общих фраз что он благотворил исцелял а уж тем более в современном мире дополнительный человек всегда можно книжку дать купить евангелие дать или уж этот человек сам потом может купить наше дело ему благовествовать христа что бог любовь пока если человек нам только кажется человек идет по улице не нуждается в этой благой вести нуждается вот это что же и благовесть это дело любви это не заповедь это одно из дел любви а дела любви различны как и дары у одного дар повара он и служит в основном в церкви своим поварством всем готовят там все уже приходится работа у него же все накрыто это дары дары различные не обязательно все будет дара апостольства не обязательно у всех дар учительства но не зарывайте свой талант теме дары которые вы знаете в себе господь когда внутри вас говорит служить ближним святым и всем как это у павла хорошо временем написано мы конечно же в церкви и всем окружающим людям служим и таким образом прославляем каким образом тогда светит свет ваш добрых дел любви чтобы они видели и прославляли отца небесного слава отца это любовь бог ее явил нам в точке пришел час прославится тебе в сыне твоем как он прославился жертвенной любовью отдал с виду пассивный как нам кажется но когда мы познаем христа сущим богом мы понимаем что это не пассивная даже любовь активно ибо тем убийцам он в руки силы давал семьи питал это не это поразительно любовь божья юродство для погибающих юродство а для нас спасаемых жизнь жизни радость и счастье мир и всякая благость в духе святом ибо царство божие не магическая пища и питье там именно об этом речь а не о постей а магической об оккультной пищи в том числе хлебушке вине не пищи и питье а праведность радость и мир в духе святом и кто этими этими плодами служит христу тот угоден богу так сказано в римлянах служить богу можно только одним одним принесением себя в жертву ближнему все это истина и жизнь по этой истине это есть плоть который в которой сердцем то есть добрыми желаниями вращается кровь а раз она вращается значит это тело что-то делает наше сердце умное толкает эту кровь это наш образ наших желаний поэтому наши дела либо направлены на добро либо на зло наша плоть если в ней кровь любовь христова она именно питает вот ну вот так вот все наверное это вот по свободе поэтому помните эту истину будьте свободны познав эту истину эта истина как раз никуда вы никогда не вляпаетесь вас затошнит от всех культов от всех обрядов этих этих мертвых мертвых вещественных немощных начал мира от всех этих учений человеческих чего не только не понапридумали все из вратили евангелие оказывается уже можно еретика сжигать колошматить бить по морде ему со всей дури все можно они отправляют всякий грех это просто страшно это учение страшный не прикасайтесь с ним никогда не читайте никаких этих житий там одни подлоги ложь ложь и яд там нет ничего истинного ни слова нету там я прошел все это бог меня провел этим путем я всем специально об этом рассказываю я все пощупал бог меня этим провел чтобы я знал это чтобы я благовествовал не прикасайтесь никогда к этим закваскам заквастись одной закваской закваской истины а истина в том что иисус христос сущий бог имя которому которую он явил доказал своей любовью и во всем от начала и во плоти благотворениями даже до креста а что он бог явил это воскресенье все и я его дитё дитё они раб не слуга дитё он любит меня а раз дитё значит образ и подобие или наоборот хотите как хотите христос специально сказал так потому что по-другому уже было там сказано и он красиво сказал по отечески вы дети вы боги вернее он сказал а в салме мы видим что мы не просто боги а дети всевышнего всем и все все вот и все и жизнь по этой истине вы будьте свободными и счастливыми никуда вы уже никогда не вляпаетесь и сами вы станете такими светильниками будете всем вокруг светить и будем все со христом радоваться вас не будет ни лицемерия не лукавство то что будьте свободны от всего от всех веществ начал учить человеков и рабство самое главное вы станет свободными у вас страха не будет вас уже ничем не запугать не этими учить и вы знать будете вы вы на опыте я просто знаю мне уже люди свидетельствуют я по себе конечно но той один сколько у меня уже рождаются свыше все свидетельствует страхи всего отпадает все человек живым богом ходит свидетельствует об этом вокруг начинает сиять и кричать всем это дух святой настоящий возгорается бог бог в человеке потому что таких поклонников ищет себе бог именно такие поклонники принесут много плода много ну все давайте поблагодарим получил сейчас хотя ролик удивительно но большая тема то бы я на 2 разбил я думаю тогда разбивать опять познание истины и жизни поистине то есть но грех то он разбивается на 2 5 либо ты не веришь либо ты не живешь поэтому надо хранить ту веру которую мы единожды приняли разобраться если ты не понимаешь в чем истина и жить по этой истиной не поэтому я буду ролик записывать он будет относиться к евангелию сейчас скажу вот к этой истине которая мы с вами говорим господь сказал не прибавлять не убавлять а в жизни своей не уклоняться ни налево не направо не давать слабину не в уповании не в любви и к этому не прибавлять и не убавлять поэтому все предания которые вам навернули в культах отбросьте их отбросьте их смело и наоборот что такое убавление это те кто сшили евангелие жизнь и учение иисуса христа иисус христос есть бог это учение бога сшили в одну книгу под названием библии почему-то которую называют словом божьим это умоление евангелия надо это запомнить но об этом ролика запишу позже вы его скоро услышали это умоление это есть то убавление вы мне скажете о ничего себе мы же прибавили хотя и это тогда плохо нет но это же это же святые писания это умоление евангелие это умоление жертвы христова это умоление христа христос сущий бог вся полнота божества телесно открылась нам это явно кровение бога человеку и господь сказал что в этом и суд я пришел а вы меня отвергаете я свет явился в мир а вы возлюбили тьму все не надо из ветхого завета из промыслов всяких ситуаций бога человеке выводить свое учение вы увидитесь начнете чужую чушь читать это они выводят свои учения из промысла бога человек а это неправильно мы не знаем суда божьего почему он здесь его пораньше прибрал таким способом таким что ему тут сказал истина нам открыто при непрекровенно без образов в евангелии это учение иисуса христа все поэтому сшивание евангелия истины божий со всей этой ветхозавечной это умоление это те они нарушают божий 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 завет еще даже израилю не прибавлять и не убавлять поэтому все кто навернули все кто таким образом умолили растворив евангелие в этой фигне новозаветной где такое написано что порой за голову берешься и уклонение налево-направо это же путь путь к истине не прибавляй вот у тебя есть карта ничего там не дорисовывай не замулёвывай и не подтирай и путь налево-направо поэтому вот это образ хороший тоже прибавлять убавлять них пути надо а к истине карте к своей у тебя одна брошюрка путешествие вот к ней не затирай ничего не приписывай иди как написано и вот путь господь не налево а это упование на бога не уклоняйся никогда никогда не усомнись в божьей любви к тебе бог есть любовь то его образ никогда не усомнись что бог тебе попустил больше чем может ты можешь понести и что бог есть любовь не усомнись в этом и поэтому люби ближнего до последнего и никогда не вздумай погрешить против ближнего все не уклоняйся в этом пути жизни не налево не направо не выдавай слабину не в уповании на бога не в любви к ближнего а к этой истине ко всей не прибавляй и не убавляй запомните истина 1 иисус христос который прежде в тебе внимая в себя и в учение в себя свет который просвещает каждого человека всегда от начала в самом человеке бог тебя будет судить только за то на то что ты слышал и противился истине если ты что-то даже в бумажке не принимаешь в бумажке не принимаешь думай что это приписка тебе не лежит это на сердце не лежит бог тебя за это не осудит павел сказал блажен человек счастлив человек который то что избирает не осуждается внутри скажу про татуировки с которой меня некоторые замучили меня бог никогда за это не осуждал и после покаяния прошло 7 лет ни разу меня на сердце не лежало что это плохо иначе я об этом бы не сказал бог меня не осуждает кто вы чтобы меня осуждать бог меня не осуждает я не нарушаю логоса потому что бог молчит мне а вы осуждаете меня вы идете против бога это важно понять важно понять истина вот здесь жить на только тот да я не принимаю я не знаю даже говорил ли христос об и роде сыне и рода великого лисица или змеи порождения ехидны я не знаю может быть приписка я не знаю я могу не принимать это я воля библия для человека я верю в бога любовь может быть он и не говорил таких слов я не знаю кто меня осудит у меня сердце спокойно я богу не немощи приписываю а наоборот возношу его бог меня судит нет он любовь лучше погрешить в сторону любви ошибиться чем сторону зла это очень важно понять но все давайте поблагодарим нашего господа бога любовь который все нам дает будьте счастливы будьте счастливы не делайтесь рабами как можно быть рабом и счастливым я свобода есть одна из сторон счастья все это бы прекрасно знаем кто таких типотеках там я не знаю это все да ну примеров можно а уж посмотрите историю да и сейчас есть рабы и вольны и невольны как гетто говорил нет лучшего рабства тем сделать раба или как там который будет полагать что он свободно что он сам раб будучи свободен и таков что-то такой я уже забыл честно как я подсказал нет больше рабство ну кто-нибудь забьет найдет очень грамотно молодец красиво сказал он имел в ду вот про это рабство когда как и сейчас порабощают не за счет цепей и там а вот какую-нибудь ипотечку взял и ты на крючке и ты вечно должен пахать там на государстве или на этого если завод дал какой интересе и ты рабом стал ну типа такой или вот этого религиозного раба тебе сказали что ты сектант будешь если ты не исповедуешь то что мы тебе втираем а не то что тебе иисус христос дал свободу даровал которую мы у тебя забрали как ты будешь ценить то мы у тебя все время отобрать хотим ну все ладно я счет остановиться не могу господь мой бог наш живой бог который сейчас здесь посреди нас мы всегда живем при тебе потому не погрешаем даже в этой беседе и я говорящий все слушающие чувствуют тебя и знает что ты рядом поэтому думаем что говорим думаем что делаем думаем что пишем ибо живем в тебе и ты в нас и вокруг нас спасибо тебе господи за все а потому благовествуем только тебя и истину твою слава тебе боже наш слава тебе господи что воздадим тебе какое счастье быть свободным и счастливым хранить веру истину которую ты даровал нам открыл на родил нас родил нас в нас этого внутреннего человека эту девочку которая потихоньку возрастает возраст совершенный спасибо тебе за все не будем ни прибавлять ни убавлять к истине твоей но будем идти путем ровным не уклоняясь ни налево ни направо не сомневаясь в любви твоей и могуществе твое а потому уповая на тебя отвергнувшись себя будем творить бескорыстно добрые дела который любви который делает ближнего нашего на расстоянии глаза ухо и руки счастливыми и радостными этих людей спасибо тебе господи за все все что потребны нам для этих дел любви подавай нам каждый день слава тебе боже наш слава тебе спасибо тебе за все все твои благословения всегда на всех людях а тем более на своих по вере не на пасынках не на блудных сынах она тех кто уже в доме и все твое наше спасибо тебе господи за всем слава тебе боже наш слава тебе христос и любовь господь и бог наш да будет ему слава во всех делах наших делах любви к ближнему и затем будет прославляться его его имя которое есть природа бытия и все мы часть этой природы все кому понравился ролик ставим лайк кому не понравился все равно ставим делимся этим роликом с кем считаете нужным ролик о грехе поделитесь не бойтесь не бойтесь благовествовать сами благовествуй все мои канальчики кто не знает адреса наверху контакты для связи я всегда открыт для всякого общения вот все полезные ссылочки я добавлю справа как раз добавлю ссылочки вот который я рекомендовал который будет и в описании и здесь справа всех храни христос всех нежно целую крепко обнимаю пока пока до встречи следующем ролике